Продолжение следует... Ну, экспандер, безусловно, можно поставить. Очевидно, неплохая толщина подкожжевого клетчатки. Но я не очень понимаю, почему у нее нет сосудов. В смысле нет сосудов. А она как у нее кожа отживает? Чего отживает? Нет сосудов, которые бы нас устроили по диаметру, потому что мы пока в своем опыте ориентируемся на диаметр сосудов. Что у этой пациентки есть сосуды 100%. У нее, как минимум, окей, даже если вам не нравится ДИП, вот то, что мы сейчас начинаем делать все больше и больше, люмбарный лоск. Прекрасно. Представляете, у нее прям love handles. Все это уводится в обдомную пластику. Я вот слушаю, на самом деле, доклады. Можно маленький комментарий? Нет, пока. Комментарий. Сейчас вопрос ответит Артур Халич, и потом перейдем к комментариям. Спасибо, Виктория Владимировна. Артур Халич, у нас вопрос, который был в предыдущем докладе. Есть ли у вас какие-нибудь идеи по случевым осложнениям, кроме липофилинга фактически? Вообще, случевой терапии, как бы, вещь интересная. Я сколько общался с радиологами, почему получается, что у некоторых больных по случевой терапии вообще никакой реакции нет. У некоторых сжигается полностью. То есть, это индивидуальная особенность организма, который реагирует на лучевую терапию, индивидуальная особенность радиолога, который некорректно подводит дозу. Или аппаратуру, мне как бы толком не сказали. Потому что, вот скажем, те фотографии, которые мне присылает Эльбрус Асламбекович, я как бы рад за своих казанских радиологов. У нас таких осложнений нет, у нас так не сжигает. Вообще, лучевые проблемы я бы разделил на два этапа. Это лучевые проблемы, связанные, собственно, с имплантом. Например, контрактура, когда имплант поджимается, уходит наверх. Тут все просто. Тут ответ реакции на лучевые, и не особо кожных явлений. Вот там как бы немножко все просто. Вы выжидаете 6-12 месяцев, когда заканчивается активная лучевая реакция, и меняете, скажем, на полиуретановый имплант, спускаете складку, делаете коррекцию, плюс липофилинг. Там это вообще все хорошо корригируется. В плане фиброзной контрактуры рецидив контрактуры, он несколько может быть выше в популяции, но не 100%, и чаще всего на этом все заканчивается. Если, наоборот, был полиуретановый имплант, то там прелесть можно как раз поменять, когда у вас более-менее грудь сформирована на ту же мотиву, на которой, как ни странно, капсула достаточно тонкая. А вот лучевые проблемы, связанные с кожей, когда там она становится дубовой, красной и так далее, там, к сожалению, кроме липофилинга большой опции я не вижу, и, к сожалению, после липофилинга становится лучше, но кожа не возвращается к тому состоянию, как к долучевому состоянию. Спасибо большое. Как-то так. Спасибо. Коллеги, у нас есть несколько минут для того, чтобы вы задали вопросы. Будьте добры, микрофон вот там справа. Да. Буквально 2-3 вопроса, а потом будем подводить итоги, наверное. Представьтесь, пожалуйста. Малугин Сергей Евгеньевич, Институт пластической хирургии и косметологии Москва. Скажите, пожалуйста, Артур Халиточ, вы очень аргументированно показали нам преимущество имплантов перед собственными тканями реконструкции, рассказывая, как мы прекрасно отдыхали в Геленджике. Но если подумать, если мы говорим про рациональную реконструкцию, давайте мы посчитаем количество реопераций, которые будут у пациентов, которым мы выполнены даже очень неплохие реконструкции с имплантами. И, к сожалению, процент реоперации у этой группы будет в значительной степени превышать процент реоперации у пациентов, которым были выполнены реконструкции с использованием собственных тканей. Мне кажется, это так. Могу отвечать? Да, конечно. Наверное, не я молодец, когда хвалил импланты, а Дмитрий Владимирович, который, честно, про Лоску-то рассказал в плане преимуществ. А по количеству реопераций я не согласен с Дмитрием Владимировичем и в эстетической хирургии и в реконструктивной, что любой имплант – это практически стопроцентная реоперация через какое-то время. Нет такого. Нет такого. Скажем… То есть вы хотите сказать, что женщина с этим имплантом просто умирает? Вы это поставили сегодня, через 40 лет она в могилу даже с этим же имплантом? Вы имеете в виду, что онкологи буквально с ними умирают? Нет, я понимаю. Но вы сейчас говорите, как пластический хирург. Вот. Скажем, если я анализирую больных, которых я реоперирую, после тех, которые в конце 90-х, в начале 2000, не потому что там были проблемы или еще какие-то, а потому что тогда мы оперировали гораздо хуже. Тем пациентам, которым мы оперируем в последние 10 лет, если у них все хорошо, мы периодически ходим, улыбаемся, и как бы на этом есть. Поэтому сказать, что он, может быть, в целом больше процент реоперации, чем в эстетической хирургии, хотя тут… Но это не проблема. Процент реоперации у меня, ну, точно не более 15-20%. И потом, какие реоперации? Если считать липофилинг, все остальное, да, может быть, да. Я тоже считаю эти операции. Но эти операции достаточно небольшие и простые. А сказать, что после дипов нет реоперации, ну, тут вы горячитесь, и коррекция рубцона в животе, и проблемы с животами, и, так сказать, липонекрозы, и коррекция, так сказать, после дипов, там все тоже очень нерадужно. Я не ввел статистику, но сказать, что количество реопераций после лоскутов принципиально меньше, чем после имплантов, я вот так вот огульно сказать не могу. И, кстати, объем реоперации при дипах, и, так сказать, при лоскутах, и при имплантов, он разный. Безусловно, разные операции. Но я вот могу сказать, что по итогам работы в онкологическом научном центре, там, где мы делали и реконструкцию собственными тканями, и реконструкцию имплантами, у меня была сравнительная работа частотой реопераций по любому поводу. Эстетическая ли коррекция, либо если мы соберем реоперации и по поводу осложнений, и по поводу эстетических коррекций, то в группе имплантов этих операций будет в два раза больше. Ну, трудно сказать, мне 30 лет стажа. Нельзя сказать, что вот я с чем-то столкнусь через 5 лет, чего не было. Но, во всяком случае, тогда мне успокаивают, что даже если ко мне перестанут проходить мои новые пациенты, я без работы не останусь, будут постоянно переоперироваться. Хочется сказать, брейк между онкологами. Я знаю, я это прекрасно знаю, просто не узнал сразу, много лет назад мы виделись, когда первая пластическая операция, мастер-классы как раз-таки показывали нам в Москве. Можно я задам? Конечно. Обоим, да, обоим. Скажите, пожалуйста, вот у Дмитрия Владимировича был классный слайд, он мне очень понравился, он абсолютно честный. Где он пишет? Нерешенные проблемы, двоеточие. Эстетический аспект. Но это же ключевое. Вот у нас получается, мы целую сессию делаем, мы будем среконструктивным пластиками, эстетические. А нерешенный вопрос остается эстетический аспект. Вот мне ответьте, пожалуйста, и Дмитрий Владимирович, и Анатолий Павлович, ваше мнение. Это вот решенный вопрос или нет? Потому что из этого выйти еще другое. Вот эта вот дискуссия, что лучше ставить? Импланты, ДИП, лоскут, травмы лоскут. Ну, надо, на мой взгляд, онколог, я не занимаюсь вообще этим пластическим, я просто вижу результаты, когда пациенты к нам приходят. На мой взгляд, надо развивать и то, и то. Просто каждому методу должен быть абсолютно определенный, четкие показания, а не значимость хирурга, его умения, рукотворство. Ну, я в этом глубоко убежден. Нельзя говорить, вот это лучше, вот это хуже. Если у вас вот такая вот стройная девушка, к сожалению, заболевшая нашего заболевания, ну, о каком ДИП, лоскуте, прямо мы говорим. В то же время наоборот, если она вот такая вот тучная, ну, нет таких имплантов, ну, вот насколько я читал, там больше 400 грамм, по-моему, не бывает. Я могу ошибаться в граммах. Поэтому здесь нужны, на мой взгляд, абсолютно четкие показания. Вот эта реконструкция выполняется так-то, это так-то. Поэтому вот просто вот нерешенная проблема. Мы говорим, как это красиво, тут идет дискуссия, вот это лучше, а так через 40 лет в гроб, а здесь через 20 лет. Я можно, как раз я хочу прокомментировать, у меня еще будет один вопрос. Третий раз я все-таки хочу эту мысль донести. Я на самом деле очень не завидую всем онкологам, которые здесь сидят, в том числе Артур Халитовичу, потому что я был в онкологических учреждениях, в любых, в институте Герцена, вы находитесь в аду количества пациентов. Я вижу, вы оперируете 10 операций в день, 20, если у вас будет 5 операционных, вы будете 30 делать и так далее, и так далее. У меня один большой вопрос. А вы каждого этого пациента следите за ним? Они все к вам приходят? Да нет, я не верю в это. И зачастую хирурги, которые находятся в иллюзии того, что они не видят свои осложнения и методика работает, они находятся в иллюзии, потому что эти пациенты к ним просто не приходят. И пациенты, которым вы сделали реконструкцию, Артур Халитович прекрасный, увидели на полгода, дай бог, она потом приходит к пластическим хирургам и говорит, слушайте, ну они просто онкологи, а мне сделайте красиво. Потому что каждый конкретный пациент это пазл, который нужно собрать и который нужно, к сожалению, собирать иногда годами для того, чтобы достигнуть вот того самого эстетического результата. Это вообще непросто. Дмитрий Владимирович, вот между вами сижу, понимаете, эти пациенты ни к вам не приходят, ни к вам не приходят, они приходят к нам. Мы говорят, а зачем мне это делали, зачем меня уговорили? Уж простите, что я так откровенен. Слушайте, это абсолютнейшая правда. Я, вот еще раз, смотрите, я говорю о том, что пациенты с имплантами приходят на реоперацию. Мы оперируем огромное количество эстетических пациентов, я эстетический хирург в том числе. Они, это невозможно, нужно быть честными с самими собой в первую очередь. Мы далеки от идеала, как я не знаю, чего. О, а ваше… Дмитрий Владимирович, не совсем с вами согласен. Есть мужская психология, да. Если мужчина оперировали, то есть если мужчине что-то не понравилось, он обидится, уйдет. Женщина, вот если ей понравится, ну, одна из десяти придет, скажет, доктор, какой вы молодец. А вот если ей не понравится, не прийти и не сказать об этом доктору, ну, это, в принципе, это во-первых. А во-вторых, мы работаем в онкологическом диспансере, у нас диспансеризация, они все приходят в первый год, скажет, 3-6, и поэтому они в любом случае в нашей кругу, и потом, вы видите, мы же живем в провинциальных городах, не в мегаполисе, поэтому тут все, они все на виду. Ну, Казань, это выше провинциальных городов. Ну, тем не менее, достаточно ограниченный контингент пациентов, поэтому у нас очень хорошая обратная связь. То есть достаточно много пациентов приходит, и плохие результаты мы видим. То есть я далек от мысли, что там все замечательно, все хорошо, проблемы есть, да, 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 так же, как и после ДИПов. Никто, ни вы, ни я не говорим, что наша операция лучше всех и не имеет проблем. И вы, я говорим, что проблемы присутствуют. Другое дело, они не столь критичны, что мы сказали, что это все слепая вещь, и мы больше это делать не будем. Прошите еще один вопрос. Хотя я с ностальгией надо вспоминаю, когда мы делали чисто мастертомию. Я согласен. Скажите, пожалуйста, у нас три минуты есть, я себе позволю еще один вопрос задать. Молчал всю конференцию. Скажите, пожалуйста, тоже вопрос к вам докладчиваю, ко мне. Не кажется ли вам, что в последнее время с развитием реконструктивно-пластической эстетической хирургии показания к ним сильно преувеличены? Я что имею в виду? Есть ведь вещи, когда можно сделать очень неплохо органно-сохраняющую операцию, и будет эффект гораздо лучше, чем при том-при том метод. Вот ваше мнение какое? Не преувеличены ли показания к реконструктивно-пластическим операциям? Ну, допустим, есть опухоль там полтора сантиметра. Можно сделать прекрасную органно-сохраняющую операцию, оставить свои ткани. Нет же, делают кожу сберегательную. И таких случаев массово. Не можете мне сказать, что этого нет. Вот ваше мнение, как онколога, у вас как пластичка. Да, конечно. Я не спорю, что показания к органно-сохранным операциям они преувеличены. И многие хирурги в тех ситуациях, когда я сделаю мастомию, доктор Чи сделает органно-сохранную операцию. И будет говорить, что это правильно. Но я как онколог, я к рецидивам всегда относился плохо. Я в другой. Давайте я отвечу. Доктор Фишер и доктор Веронези, конечно, снял нас ответственность за рецидивы. И типа, что рецидивы – это не результат плохой операции, а типа, это агрессивность опухоли. Но по большому счету, я считаю, что рецидив очень часто – это недоработка хирурга во время операции. Поэтому к рецидивам я отношусь плохо. Поэтому при прочих разных условиях я всегда сделаю мастоктомию. Да, я завышаю показания к реконструкции. И вообще, я считаю, количество органно-сохранных операций, удельный вес имплотической операции в отделении напрямую связан… Вернее, процент органно-сохранных операций напрямую связан с выполнением реконструкции в этом отделении. Если реконструкции делают хорошо, то органно-сохранной операции немного. А если органно-сохранная операция – это единственный способ оставить женщину с грудью, то тогда этот процент высокий. А так, еще раз повторю, при прочих равных условиях, если пациентка сама не будет мне навязывать ту или иную операцию, когда, вот как-то сказать, есть опухоль 2,5 см в средней груди, я сделаю мастоктомию. Но очень странная позиция, на самом деле. Вы сторонник биопсии сигнальных лимфоузлов и оставляете все лимфоузлы, но при этом увеличиваете объем удаленных тканей моложенения. И оттуда и визитей. Вопрос был двум экспертом. Давайте Дмитрию Владимировичу тоже выслушаем. Он не онколог. Ну, тем не менее, вопрос был адресован. Слушайте, я, Артур Козлович, я, более того, не онколог и очень рад, потому что, объясню, я стараюсь понять женщину и сделать так, чтобы она стала счастливее. А вы это начинаете превращать в какой-то... У нас есть гайдлайн, есть НССН, давайте реконструкцию делать тоже по гайдлайну. Вопрос в том, что, ну, мир вообще развивается. Я думаю, что через какое-то время запрос пациентов будет наставить в максимально некомфортное состояние. Потому что вообще идея медицины – повышать качество жизни. Не просто сказать, слушай, ну, мы сделали нормально, симметрично, осложнение нет, рецидивно нет, чуть еще надо. Зачастую органно-сторонящая операция, женщине гораздо больше будет себя комфортнее чувствовать, чем установлен имплант или диплом. Абсолютно. Так надо, слушай, это вопрос заключается... Я ведь не противник реконструкции, мы отделение открыли, заметили. Эльдар Скандерович, я пытаюсь донести мысль... Мы за. Это надо развивать. Я задал совершенно ведь другой вопрос. Не превышены ли показания к масс-эктомии, там, подкожной, кожесберегательной, с целью, там, мифического, эстетического аспекта, когда можно сделать хорошую органно-сторонящую операцию. При этом услышал странный ответ. Я за сигналами лимфоузлы, которая самая большая-то проблема для онкологов, это есть метастазы или нет. Но против, отставили, это не может. Я еще хочу сказать, удаление лимфоузлов, это физический дефект. Артур Хмельевич, Эльдар Скандерович, мы пропагандировали регламент вначале. Это было первое, с чего мы начали. Продолжение следует...